Не подскажете, где девятый... А, ой, Анастасия Алексеевна, добрый день. Мы как раз об этом с тобой и хотели поговорить. Пять дней назревает конфликт. Блин, точно, мне срочно надо найти Юлю. Не надо было наговаривать такие гадости Насте. Я тебе сказала правду и от своих слов не отказываюсь. Кстати, это правда, что начал тусоваться с Вадимом? Что? Так это что за сделок? А где Елизавета и Мария? Это была худшая вечеринка в моей жизни. Юля! И я так понимаю, что Лиза заложник в этой ситуации. Поэтому прошу вас поговорить с ней, чтобы... Субтитры сделал DimaTorzok Мне вот интересно, зачем Юля такое сказала? Это странно. Неужели ты думаешь, что я тебя обманываю? Ты думаешь, что я вру? Да нет, я тебе верю. Просто я Юлю знаю реально уже очень-очень давно. Это странно, что она такое наговорила. Ой, вот увидишь. Она еще сама прибежит к нам извиняться. Кстати, а что... Лиза! Неужели ты меня предала? Теперь дружишь с ней? Никто тебя не предавал. Просто не надо было так поступать. Не надо было наговаривать такие гадости Насте. Я тебе сказала правду и от своих слов не отказываюсь. Какую правду? Зачем ты на меня наговариваешь? Я же просто хотела с вами дружить. Мне это уже надоело. Хочешь верить ей и дружить с ней? Дружи. Ну вот, видишь, у нее даже никаких аргументов нету. Мне так неприятно, когда со мной так поступают. Ну да, это очень неприятно. Я вот что не понимаю, зачем Юля это все делает? Мне кажется, нам нужно вывести ее на чистую воду. Как? У меня есть идея. Я тебе в этом помогу. Мне что-то это не особо нравится. Ну да ладно. Ну вот и отлично. Тогда пошли на урок. Побежали. Извините за опоздание. Можно, пожалуйста, зайти? Да, девочки, садитесь. Но, пожалуйста, постарайтесь не опаздывать. У нас сегодня контрольная работа. Задание у вас уже на столе. Передай, это Юля. Так, что здесь происходит? Чья это записка? Кто это сделал? Кто это сделал? Настя? Настя, что там было? Там ничего такого. Просто я ей сказала, чтобы она перестала нам врать и во всем призналась. Не волнуйся, все уладится. А сейчас давай писать контрольную, а то у нас мало времени осталось. Класс, наш урок закончен. Сдаем контрольные работы. Сейчас я сделаю перекличку, и вы будете свободны. Ребята, а где Елизавета и Мария? Очень странно. Они не предупреждали, что их не будет. Нужно будет позвонить их родителям после урока. Все, ребята, перекличка закончена, вы все свободны. Лиза, ты, пожалуйста, останься. Лиза, ты понимаешь, что так вести себя нельзя? Но ты же воспитанная, приличная девочка. Но я даже не знаю, что там было. Это не я писала, это все Настя. Лиза, за свои поступки нужно уметь отвечать, а не оправдываться. Я бы очень хотела поговорить с твоей мамой. Ты свободно можешь идти. Что за день сегодня? Алло, Олька, здравствуйте. Это Анастасия Алексеевна, классный руководитель Лизы. Сегодня между девочками произошел немного неприятный инцидент, и мне бы хотелось вас видеть. Вам будет удобно подъехать в школу? Да, подождать. До свидания. Алло, Екатерина, здравствуйте. Это Анастасия Алексеевна, классный руководитель Маши. Маши сегодня нет в школе, вы не предупреждали. С ней все хорошо? А, она у Лизы осталась. Да, спасибо. До свидания. О, Наташ, привет. Чего такая грустная сидишь? Привет, Саш. Ты задумалась что-то? А о чем задумалась, если не секрет? Секрет. А почему тебя вчера не было? Прогуливаешь? Ну ты что, Наташа, как это я могу прогуливать? Просто мама попросила посидеть с младшим братом, потому что она не успела взять выходной. Ого, ты такой заботливый. То котенка спасаешь, то с братом сидишь. Ой, перестань. Я делаю то, что на моем месте сделал бы любой настоящий мужчина. Настоящий мужчина. А что? Ты что-то сказала? Да, помнишь, я тебе рассказывала про мальчика одного? Это тот, который тебя не достоин? Ну, Саша, не говори так. Ладно, прости. Я понял, о ком идет речь. Так вот, мы с ним даже пару раз переписывались и один раз стыкались в школе. Да и тот случайно. А вчера я смотрю его истории, и он ночью где-то гулял с девочками. А меня даже не позвал. Да, тяжелый случай. Ну, знаешь, мне он лично. Он вообще не нравится. Но так он, по сути, тебе ничего не должен, потому что вы с ним не пара. И он может гулять с кем хочет и проводить время свое с кем хочет. А вообще, я считаю, тебе нужен какой-то другой парень. Более воспитанный и ответственный. Может, ты и прав. Только где их таких воспитанных найти? А ты присмотрись повнимательнее. Может, кто-то есть такой рядом, а ты просто не замечаешь. Ну, может. О, это у нас новая парочка. Кто бы говорил, сам цветы училки даришь. Что? Это не твое дело. Я хоть до этого додумался. Ты хоть что-то сделал? Да, Саша, не обращай на них внимания. У него с этой училкой ничего не выходит. Вот он и ходит, на всех кидается. Идем отсюда. Давайте, давайте. Да, Саша, конечно, нужно идти. Черт, забинай. Ладно. Кстати, что там, Саша? Да что ты пристался-то, Саша? Просто друзья. Друзья? Не такое. Привет, ребят. Мне нужен от вас совет. Интересно, как ты такому умному, как ты, понадобился совет таких недалеких, как мы? Мне кажется, в этом вопросе вы просто более компетентны, чем я. Давай говори уже, умник. Я там с девочками договорился пойти погулять, угостил их. А они меня проигнорили и пошли на вечеринку. Взрослым ребятам. Ну, тут все понятно. Ты просто мягкий, понимаешь? И они твое воспользовались. И что же мне с этим делать? Да, собственно, ничего. Просто теперь они за тобой бегают и извиняются. Ну и что так сложно с этими девочками? Что, нельзя быть собой? Ну чего, разные девочки бывают. Нужно совсем по-разному. Ну ладно, спасибо. Кстати, это правда, что начал тусоваться с Вадимом? Знаешь, я бы им не доверял. Видал таких пожаров. Кстати, в прошлой школе как-то я раз... Ужас, зачем мы к ним пошли? Там лучше бы дома остались. Да, это было самое ужасное, что было в моей жизни. О, привет. А где это вы были? Лучше не спрашивай. Давайте говорите, нам же тоже интересно. И училка про вас спрашивала, где вы. Как училка? Надеюсь, она родителям не звонила. Нужно будет зайти к ней и узнать. Вроде нет. Да давайте говорите, где вас на сила? Вид у вас какой-то не очень. Ну, мы ходили на вечеринку к старшим ребятам. Это те, что в соседней школе постоянно в футбол играют? Да, это они. А как же вы к ним попали? Они же с мелким не общаются. Ну, мы сказали, что мы из 10 класса. И они вам поверили. Поначалу нет. Мы им сказали, что мы уже не маленькие, и они позвали нас на тусовку. Это была худшая вечеринка в моей жизни. Почему? Я думала, круто тусить с такими ребятами. Мы тоже так думали. Но на самом деле они там ничем хорошим не занимаются. Они даже на нас внимания никакого не обращали. Лучше бы с Тимофеем пошли в кино. Ладно, вы идите, а мы догоним. Нам нужно пойти к Анастасии Алексеевне, а то вдруг она родителям звонила. Пойдем. В общем, мы на выходные с девочкой находили на Джокере. И если честно, фильм полная фигня. Ну, лично мне вообще не понравился. Ну, судя по тому, что девочки сидели весь сеанс в телефоне, им тоже не особо зашло. Лучше сходишь на что-нибудь другое, если захочешь вдруг в кино. О, привет. А чего ты такая грустная сидишь? Да маму в школу вызвали. А что ты такого натворила? Видели, как Юля выбежала из класса? Так это что, из-за тебя? Ну, я, получается, передала ей записку. Но я не знала, что там написано, и сейчас не знаю. Это как? Ну, Настя мне дала эту записку, я ее передала. В общем, долго объяснять. Мы как раз об этом с тобой и хотели поговорить. О чем? Настя тобой пользуется, и это действительно она прогнала Юлю с класса. Ну, зачем ей это? В общем, она просто завидует тебе. У нее был коварный план. Она хотела переманить к себе всех твоих подписчиков и рассказать такие гадости про тебя, что тебе даже не снилось. Да ну, быть такого не может. А ты вспомни, какая она была в начале. Что она была такая же дружелюбная? Нет, она меня нагрубила, но она же извинилась за это. Ой, перестань быть такой наивной. С чего вдруг ей захотелось быть такой милой и доброй? Блин, точно, мне срочно надо найти Юлю. Ну что ж, я считаю, мы поступили правильно. Да, каждый должен получить по заслугам. Здравствуйте, Анастасия Алексеевна. Добрый день, девочки. А почему это у вас не было на моем уроке? Ну, тут такое дело. Я уже звонила вашим родителям и знаю, что вы где-то очень долго гуляли. Они переживают и ищут вас. Так что давайте рассказывайте, что там у вас случилось. Мы ходили на вечеринку к старшим ребятам. И так получилось, что задержались весьма надолго. Вы хоть понимаете, чем могут закончиться вот такие вечеринки? Нельзя беспечно идти к малознакомым людям, еще и ничего не сказав родителям. Мы понимаем, мы же не хотели, чтобы так получилось. Только родителям ничего не говорите. Пожалуйста. Что же мне с вами делать? Ладно, я понимаю, что вы еще очень юные, совершаете много глупостей. Но, пожалуйста, девочки, впредь, прежде чем куда-то идти, предупреждайте об этом родителей. Хорошо, только что с родителями делать? Они же просто нас убьют. Первый и последний раз я вам помогаю. Простите нас, мы больше так не будем, честно. Не подскажете, где девятый? Ой, Анастасия Алексеевна, добрый день. Я к вам, вы мне звонили. Да, да. Что-то срочное, я к вам... Девочки, вы свободны, мы с вами разобрались. До свидания. Ольга, проходите. Добрый день, Анастасия Алексеевна, вы мне звонили. Что случилось? Да, звонила. Вы не переживайте, ничего серьезного. Просто между детьми назревает конфликт. И я так понимаю, что Лиза заложник в этой ситуации. Поэтому прошу вас поговорить с ней, чтобы это не вылилось во что-то более серьезное. Анастасия Алексеевна, я уже испугалась что-то серьезное, потому что такой, ну, звонок среди бела дня из школы. Очень рада, что ничего серьезного не произошло. Ну, как тогда, скажите, пожалуйста, как Лиза вообще по успеваемости? Как у нее по урокам получается? У Лизы все хорошо, у нее очень хорошие показатели. Вот, и на мой предмет она всегда приходит подготовленной. Я очень довольна ей. Ух, ну, я очень рада, что у Лизы по предметам все хорошо. Конечно, я с Лизой обязательно поговорю. Об этом не переживайте. И, пожалуйста, держите меня в курсе о ваших ситуациях школьных. Да, да, конечно. Спасибо, до свидания. О, привет. А что это вы смотрите? Привет. Представляешь, Лиза вчера нашла YouTube-канал. Угадай, чей? Да, чей угодно. Кажется, сейчас снимает на YouTube-канал. Это канал нашей училки. Серьезно? Да, давай посмотрим вместе. Давайте. У метро на длинном эскалаторе закричать. Можно где-то выйти, я приехал. Ого, никогда бы не подумала, что у нашей училки есть канал. Сейчас подпишусь. По-моему, ничего удивительного. Кстати, было бы интересно понаблюдать на ее жизни, потому что в школе она такая строгая, а тут такая веселая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!